Позвольте еще несколько замечаний По схеме Б, которая рисует нам общую картину И начнем мы с рассмотрения диахронии Это не какое-то заболевание, а лонгитюдное исследование того или иного предмета Лонгитюдное В данном случае нас интересует развитие откровения, от бытия до откровения Развитие во времени, откровения и искупления От первоначального творения до нового творения А это значит, что нас также интересует линейность А не только диахрония В некотором смысле они обозначают одно и то же Однако в эссе полезно использовать все же разнообразные термины И вот еще один Линейность Или сюжетная линия Одним из великих миссиологов прошлого столетия, его конца, был Лесли Ньюбиген Очень интересная личность Долгое время он служил миссионером в Индии По возвращении в Британию Ньюбиген понял, что его страна нуждается в повторной евангелизации И если это так, то к данному вопросу надо было подходить с точки зрения общих принципов евангелизации То есть с учетом культурного контекста Британии Именно так трудятся миссионеры в зарубежных странах В одном из своих исследований, посвященных теме миссионерства в другой стране и последующей адаптации в родной стране Ньюбиген описывает следующее наблюдение Оно относится не только к Ньюбигену, но скорее носит универсальный характер Ньюбиген лишь прекрасно его оформляет словесно Одно из существенных различий между многочисленными восточными религиями, которые оказывают на британцев Все более значительное влияние И с которыми он был прекрасно знаком благодаря долгосрочному миссионерству в Индии Так вот, многие из этих религий, индуизм, буддизм С точки зрения их исторического и современного влияния В общем и в целом исходят из представления о реальности, как о колесе Колесе, вращающемся вокруг своей оси Бесконечное повторение Одних и тех же исторических моделей схем Вполне понятно, как в такое понимание вписывается понятие реинкарнации При этом момент спасения в этих религиях Индуизме, буддизме и так далее Заключается в том, чтобы вырваться из этого постоянного цикла рождения и смерти Обрести блаженство, достичь нирваны Если бы существовал какой-то способ Вырваться из этого круга, самой окружности и достичь его неподвижного центра Мы бы, подобно отдельной капле, смогли раствориться в океане и слиться с ним Достичь такого состояния можно, согласно этим религиям, разными путями Существует несколько способов вырваться Из бесконечного круговорота перерождений Освободиться от вечно движущегося мира О котором мы имеем чувственное представление Мира, в котором все течет и меняется, рождается, живет, умирает, рождается снова, но уже в другой форме Вырваться из этого всего – большая мечта, огромное желание Такой подход Ньюбиггин называет подходом колеса Чем же он отличается от библейской модели? В Библии нет образа колеса В ней есть образ дороги Пути Путешествие, в котором есть начало, середина и конец Нечто диахроническое Нечто линейное Нечто сюжетное с началом в саду и финалом в граде Итак, Библия рисует нам образ пути, дороги Я бы сформулировал это так Одно из ярких различий между христианством с одной стороны и восточными религиями с другой Заключается в путиобразности первого и колесообразности второго Достаточно вспомнить, что первых христиан называли путниками Ходоками Ходос Иисус говорил о себе, что он есть путь В Евреям 11 Это великолепно представлено, не так ли? Нам вспоминаются такие люди, как Авраам, который ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог В конце этой главы и далее, в главе 13 говорится о том, что мы, читатели данного послания, ищем града будущего Уповая на обетования Божие Еще более великие, чем те, которые были даны народу в Ветхом Завете И опять-таки мы имеем дело с сюжетной линией С повествованием, у которого есть начало, середина и конец С продвижением от сада к граду И движение это поступательное Финал здесь сложнее начало Как я уже говорил, Бог в конце концов приведет нас в город полной жизни Более того, не все первоначальные элементы этой истории сохранятся до конца Так, скиния, шатер собрания, как место Божьего присутствия в пустыне, по мере развития сюжета выпадает из картины Равно как и храм Соломона, он тоже остается в прошлом Не все, что было в начале, в неизменном виде сохранится до конца, ведь это поступательное движение Библейское богословие занято тем, что по мере развития истории прослеживает преемственность и прерывность То есть то, что остается, а что утрачивается Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования От нас зависит, будет ли христианское образование доступным Поддержите наш проект молитвой и финансами О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Один из наших преподавателей, доктор Ван Гаммерен, написал книгу по библейскому богословию Название ее в контексте нашей лекции звучит красноречиво Ход спасения Ход спасения Развитие событий от сотворения до создания Богом Нового Иерусалима Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok